Привет, друзья! Сегодня на обзоре достаточно известные в аудиофильских кругах беспроводные наушники Sabat E12 Ultra. Из достоинств, которые хотелось бы сразу же выделить, Bluetooth 5-й версии, наличие беспроводной зарядки, система цифрового шумоподавления во время звонков, поддержка APTX-аудиокодека и время автономной работы до 6 часов. Поставляются наушники в красивой фирменной картонной коробке. К заказу доступны наушники на любой цвет и вкус. Sabat – это, наверное, одна из немногих компаний, которая может предложить просто огромный выбор раскраски текстур корпуса и наушников. В комплекте, собственно, уши, зарядный кейс и два комплекта амбушюр разного размера – зеленые и красные, жесткие и более мягкие соответственно. Также в комплекте вы найдете подробное руководство на английском языке, кабель питания USB-C и чехол для переноски и хранения наушников. Кейс выполнен из черного глянцевого ABS-пластика. Он весьма качественный, но маркий, отлично собирает отпечатки пальцев и мелкие царапины. Крышка фиксируется благодаря мощным магнитам и самопроизвольно не открывается. Иногда приходится даже приложить усилия, чтобы ее открыть. К слову, шарниры здесь пластиковые и во время открытия-закрытия крышки присутствует неприятный люфт. Сзади четыре светодиодных индикатора уровня заряда и разъем питания USB-C. Снизу в качестве подтверждения наличия беспроводной зарядки нанесен соответствующий логотип. Емкость встроенного аккумулятора составляет 750 махов. Время полной зарядки – 1 час. Кейс способен дополнительно подзарядить наушники еще 4-5 раз. Как вы видите, сам по себе кейс небольшой и с легкостью поместится в боковом кармане джинс. Наушники находятся в небольших углублениях и надежно удерживаются там даже при сильной встряске. Фейсплейт наушников серебристого цвета, а в центре есть небольшая кнопка с логотипом компании, которая, к слову, механическая. Одно нажатие на любой наушник – пауза, плей или ответ на звонок. Два нажатия на левый-правый – предыдущий следующий трек. Три нажатия на левый-правый – звук тише, громче. Долгое нажатие – включение, выключение питания. Снизу на торце корпуса имеется один микрофон, а сверху – второй, который, собственно, и участвует в процессе шумоподавления во время звонка. Вот, собственно, пример работы микрофона. Тест работы микрофона в беспроводных наушниках Sabat E12 Ultra. К тест записи – раз-раз, яйца тряс. Проверка работы микрофона Sabat E12 Ultra на улице. Дует небольшой ветер, а также возле дороги проезжают автомобили. И, конечно же, раз-раз, яйца тряс. Как вы наблюдаете, система активного шумоподавления действительно работает, но при наличии громкого шума все же может не справиться так хорошо, как этого хотелось бы. С внутренней стороны находятся две зарядные клеммы и небольшое компенсационное отверстие у основания звуковода. Думаю, вы уже обратили внимание на достаточно длинный звуковод и анатомическую форму корпуса наушника. Именно благодаря этому и достигается пассивная шумоизоляция при условии правильно подобранных амбушюр. Хорошо, что в комплекте их несколько пар и подобрать свой размер не составит труда. Подключаются наушники достаточно быстро. К слову, во время сопряжения процесс озвучивается приятным женским голосом на английском языке. Наушники могут работать как в паре, так и по отдельности. Беспроводной модуль держит связь устойчиво, и во время использования у меня ни разу не было проблем с кратковременной потерей сигнала или обрыва в связи. Задержка аудио при просмотре видеороликов отсутствует. Видимо, благодаря aptX-аудиокодеку. Исключением являются игры, там все же небольшая задержка имеется. Наушники Sabot E12 Ultra построены на чипсете Qualcomm 3020, в котором реализована поддержка кодека aptX и цифровая система шумоподавления во время звонка. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 60 махов, и реальная автономность при этом составляет около 6 часов на громкости 70%. Что касается звука, друзья, то при правильно подобранных амбушюрах просматривается мощный, сбалансированный бас. Я бы даже сказал, более хлесткий, нежели глубокий. Его ровно столько, сколько необходимо для передачи эмоции той или иной композиции. Для басхедов и любителей глубокого баса, его количества, возможно, будет не хватать. Для всех остальных бас приятный и весьма насыщенный. Середина достаточно хорошо проработана, и огромной ямы или разрыва между низом и верхом нет. Вокал и все инструменты имеют достаточный объем и неплохую детализацию. В целом звук мне очень понравился. Рекомендую к покупке. Друзья, надеюсь, видео было полезным, и ты оценишь мои старания лайком. Тебе не жалко, а мне приятно. Наушники однозначно заслуживают внимание, и я с удовольствием буду читать ваше мнение по данному поводу, так как это самый важный и главный показатель. Жду ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, как всегда, я с вами не прощаюсь. До новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok